красавчик домохозяйкой стал блин почему так уставшую почему такой уставшая же сейчас рассказывал буквально там 30 секунд нас от рассказывал но я в ней не обобел обобел да я не могу сказать что уставший где уставший нормально мне бабоньки а женщины нет вы бабоньки мои бабоньки но я ни в коем случае там не не вкладываю в это какое-то оскорбление нет то есть воспринимайте все с улыбкой на лице но курить вредно для здоровья ну все вредно и жить вредно лучшая хозяйка не хозяйка хозяин значит хозяйка все-таки яйца то еще у меня висят поэтому как яйца отвалится так не так будете называть меня хозяйка пока еще хозяин хозяин приятненько женька так пойдемте в этот высыпаешься до высыпаюсь а мне кажется бабоньки это зачет 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 от вас идет приятная энергетика ну поближе тогда телефон к лицу заряжайтесь пивка хотел выпить нет нет не пил не покупал пиво threaten короче да не пил а но теперь в в в Спит. Все, все нормально. Говорит, Оля все хорошо, зато. А вы какие-то колхозники с Сашкой. Разговаривать не умеете нормально. Ты чмо. Прикрепить комментарий. Что-то я пропустил. Пока шел с курилки, что-то пропустил. Или что-то натворил. Почему дома на балконе не куришь? Ну, потому что не курю. Ну, на балконе вещи лежат же, там коляски. Это все будет пропитываться. Пятая попытка. Передай, пожалуйста, привет из Могилева, Беларусь. Могилев, огромный привет вам. Это чувство, когда спит ребенок, даже дышать тише пытаешься. Исмаила с пальцем беда, бедовая. То есть ты купила дочь сама в квартире? То есть ты курил? Да, курил, конечно. Ну, послушайте. У меня дочь, она лежит в кроватке. У кровати есть барьеры, через которые она пока перелезть не может. Женечка, так очевидно, что вы... Ой, подождите. Давайте вот этот открепим. Вот этот прикрепим. Вот этот прикрепим. Так, чмо открепили, значит. Прикрепляем мы этот комментарий. Бабоньки, вы обращайте внимание, кстати, на комментарий, который мне пишет. Женечка, так очевидно, что вы под наркотиками. За минуту меня назвали чмом. Колхозником, хотя я считаю, что колхозник это не оскорбление. Я очень уважительно отношусь к людям, которые работают в колхозе, которые пашут землю, занимаются скотом, разводят скот. Я их, правда, очень уважаю. А вот. Сейчас наркоманом еще назвали. Это интересно. Чмо, колхозник, наркоман. Сашка избалованная, малыха. Да разберемся, Лех, разберемся сами. Сами разберемся. За своими женами следите. Обалдеть. Я вам специально прикрепляю их. Ладно. Лети, птички, лети. Все. Отпустил. Живот урчит уже у тебя. Как Александр. Александр, хорошо. Завтра с утра выезжает уже. Завтра будет. Выше сделай. Камера, лицо не видно. Как не видно? Я не могу. У меня телефон на зарядке стоит. Я не могу так выше сделать. Сколько можно мне писать? Я уже пять пью за твое здоровье. А, о, спасибо огромное. Саша завтра с утра вылетает. Ой, выезжает. Ну, к вечеру будет здесь. Уже в Москве. У меня муж работает. И что он получает больше, чем среднестатистичности? Я, честно говоря, порой не понимаю, что вы пишете. Вы пишете какие-то такие отдельные предложения. Вы вкладываете всю мысль. Потому что я не понимаю. Мои бабоньки тоже. Мы не въезжаем вообще, что происходит. Весь набор. Ну, ненормальные люди, которые оскорбляют без причины. Да ну, разные люди. И они должны быть. Человек сидит с дочкой, наркоман. Жесть. Разные же люди есть. Малышка уже соскучилась по мамочке. Я на эту тему с ней не разговаривал с дочкой. Но, безусловно, конечно, дети скучают по своим родителям, по маме, по папе. Конечно, скучают. Просто в голос хочется смеяться, когда люди такое пишут. А главное, для чего? Внимание привлечь. Но у них это получается. Я же, видите, их прикрепляю. Все нормально. Не обращайте на них внимания. Все хорошо. Женя, вы так разводитесь или миритесь? Как твоя мама? Давно не говорили за нее ничего. Сегодня разговаривал с мамой. А, нет, вчера. Сегодня разговаривал с отцом. Дома все хорошо. Спасибо огромное. Вообще, очень много плохих слов прилетает известным людям. Интересно, почему зависть? Это правда? Вы сами ответили на свой вопрос. Это правда, что говорит? Я не общаюсь. Я с Митей общаюсь, как-то не общаюсь. Общаюсь. Сегодня девочка мне скинула в директ видео с Митей. Вот, где он танцует. Где он там развлекается. Я сегодня посмотрел. Вообще. Как, Женька, вообще этот негатив? Да спокойно. Жень, ты огонь. Привет. Завтра приду и будет, знаете, какой бардак. Это же. Папа молодец. Большой буквы не все так могут сгадовать. Женька, ты супер. Это просто человечество. Те, кто пишет. Спасибо. Это зависть. Жень, вы такой молодец. Гордый. Спасибо. Кура. Это кура. У меня в городу бегают. Куда? Что вам мама говорит насчет ваших отношений с женой? Моя мама никогда не лезет в мои отношения. Она всегда в стороне. И она не дает мне никаких советов. То есть, ну, моя мама ровно такая же мама, как и ваша. Она любит меня, переживает за меня и хочет, чтобы я был счастлив, чтобы я улыбался. Поэтому, когда что-то происходит в моей жизни, конечно, она очень расстраивается и переживает по этому поводу. И я это чувствую. Вот. Поэтому я стараюсь ее держать в тонусе. Стараюсь рассказывать ей, ну, там, о семейных делах, о проблемах. Конечно же, я не рассказываю. А если она и спрашивает, то, ну, что-то стараюсь так обходить. В общем, острые углы. Ну, поэтому, что можно сказать? Мама, как мама, как и у всех. Любит сына и переживает. У меня живот урчит, а я не слышу. Мама правильно делает, сами разберет. Ну, господа, вы не забывайте, что мне-то уже 23 года, я уже взрослый. Обожаю кузина. Хвостанут из пепла все чертятом на зло. Скажи, как назвали дочку. Зайчек голодненький, никто не кормит. Да я сам кушаю, спасибо огромное. Феечка, это Шамиля беременная. Простите, пожалуйста. Нет, если вас это, ну, смущает, простите. Женька, тебе надо караоке открывать, очень много денег бы заработал, вообще любишь сам такие места. Ну, я раньше любил, очень часто ходил в караоке, сегодня я уже никуда не хожу, вообще никуда. В смысле 23, ну, 23. Рита в прямом эфире сказала, что ты не дай отец. Ну, что ж теперь поделаешь. Ну, сказала и сказала. Как не слышишь, мы тут только это и слышим. Да, простите, пожалуйста. А я не обращаю внимания. Я уже восьмую пью рюмку за тебя. Ну, пока ты пишешь без ошибок и со знаком припинания, значит, ты еще, как говорится, в руках. Ну, и правильно Рита сказала. Ну, конечно, правильно сказала. Чего с женщинами спорить, что ли, поем? Нам жалко тебя, дипа Ку. Да нет, все нормально, сейчас поем. Как дела? Нормальные дела. Уже восьмая? Без остановки хлещет. Ура, ура. Ой, позавчера было в Дубае караоке. Ну, и супер. Женя, скромный вопрос, а не было ли в планах за границей жить? Да разные были мысли. Очень позитивно, приятно слушать и смотреть правильные вещи. Спасибо огромное. Разные были мысли, конечно. Я думаю, что ты наще. Наще не понимаю. Женя, ты очень хороший человек, честно, дай бог здоровья. Спасибо огромное. Привет, девятая пошла. Ну, все. Все, ты хоть координаты свои скинь, чтобы было куда скорого вызвать. Каждый судит свой колоколь. Женя, почему ты так часто стала вести прямые эфиры от скуки? Мне не хватает просто внимания. Наверное, какое-то внутреннее тщеславие. Желание, наверное, одиночество мое. Желание с кем-то поговорить, кому-то выговориться. Да все в совокупности, на самом деле. Все мною перечислено, но вот приводит меня к прямым эфирам. Как-то так, если в двух словах. Вам одиноко? Мне? Мне? Ну, как отцу? Нет. Как человеку? Ну, наверное, да. Конечно, одиноко. Но мы не унываем. Все нормально будет. Ты еще молодой и зеленый. Ну, хорошо. Рита никогда плохого не говорит про Женю. Не врите. Привет из Беларуси. Привет. Все правильно. Однозначно, Женечка. Не хватает внимания, как котику. Ну, я не совсем котик. Хотя у меня татуировка есть кота. До ИС, как говорится, я до своих еще не добрался. Да и вряд ли доберусь. Не в плане там физическом, что не смогу. Нет. В плане морали. Я против. Тебе не хватает поддержки. Никому не хватает поддержки. Ты наш хорош. Все у тебя будет отлично. Спасибо, Лара. Когда вы говорите о том, что мне не хватает поддержки, если вы посмотрите по сторонам, то вы поймете, что вам тоже не хватает поддержки. Человек, оно само по себе существо одинокое. И вот эти все наши друзья, жены, мужья, братья, сестры. Это все непостоянное. В редких случаях. В редких случаях. Это на долгую дистанцию. Как правило, все это на короткой дистанции. Все заканчивается. И мы всегда, каждый день нуждаемся в поддержке, нуждаемся в людях, нуждаемся в человеке, которому хочется выговориться, посоветоваться. Мы всю жизнь находимся в поиске этих людей, в поиске компаний. Но по факту мы одни в этом мире. Единственное, что мы можем оставить после себя, это наши дети. Ну, потому что таланта не хватает на написание каких-то картин, шедевров, написание каких-то стихов, которые люди будут читать и пересказывать. Поэтому остаются только дети, да и слава богу. Девы давно в эфире. Ну, минут 20. Почему тогда мы заводим семью, если это не постоянно, если все равно. Потому что мы верим в то, что это будет навсегда. Потому что, когда мы влюбляемся, когда мы встречаем человека, мы же любим его по-настоящему. Любим его чисто, честно, прозрачно, без лжи, без какого-то... без вранья, без предательства. Все честно. Вот как Господь Бог сотворил эти чувства, вот такие мы испытываем. И когда мы делаем предложение своей второй половинке, мы верим в то, что мы пройдем до конца своих дней этот путь, тернистый, сложный. Но это иллюзия. Понимаете? Это просто иллюзия. Привет, Женька, только пришла из гостей. Ты тут рада видеть. Привет, Одесса. Спасибо огромное. Согласна, Женька, да. Женька, ты такой красивый, напоминаешь мне Гуфа. Гуф, кстати, поправился. Я недавно его увидел в ленте, он так поправился. Никому не нужны, кроме себя. Жень, передай привет Карине Шкипера. Ты разлюбил. Я не про себя говорю, я вообще говорю в целом про людей. Женька, обращаю внимание внешности или внутренний мир. Ну, смотрите, давайте вот по порядку. Давайте будем сегодня общаться. Женя, на что первым обращаешь внимание, внешность или внутренний мир? Конечно же. Ну, ваш вопрос поставлен неправильно. То есть, в вашем вопросе уже есть ответ. То есть, конечно же, на внешность. Потому что, чтобы понять и узнать внутренний мир, нам нужно с человеком пообщаться. А вы пишите о том, что вот при первом знакомстве. Конечно же, на внешность. Потом уже человек, если он посчитает нужным, раскроется. Ну, не знаю, внешность, она, конечно, в моем возрасте. То есть, с высоты прожитых мною лет, конечно, я обращаю внимание уже на то, что в голове и то, что в душе. Потому что я очень внимательно слушаю людей, когда они со мной разговаривают. Но внешность тоже является немаловажным фактором. Я никогда в жизни не буду жить там с женщиной не моего типажа, но зато вот у нее душа прекрасна. Нет, такого у меня никогда не произойдет. Алименщик. О, ребяток, бабоньки, с Петрова вернулась. С Петрова вернулась. Помните, вчера сидела в эфире? Весь эфир меня оскорбляла. Паскудина. Женька, что делать, если расслабилась в браке за год, сильно сдала внешние? Ну, ты можешь прийти в норму, в форму в любой момент. Внешность. Тебе нравится новая песня Гуфа? Я не слышал, я не слушаю Гуфа. Мечта какая у тебя, Женек? Чтоб мама гордилась мной. Чтоб дети мной гордились. Хотя гордыня является... А, ну это гордыня, это другое совершенно. Да, чтоб гордились мы. Нет, давай-ка, Жек, я с тобой винишко бахну. Давай, накати, накати. Пришла опять. Женя, она будет локти кусать, когда ты встретишь ту самую женщину, будешь сейчас. Кто? Это ты сейчас так думаешь. Может быть, Наталья, и может быть. Может быть. Ну, мы, я же живу сейчас и сегодня, поэтому я отталкиваюсь от того, что происходит со мной сегодня. Женька, ты так и не ответил. Простите, пожалуйста, а что вы спросили? Я не увидел. А я тебя люблю, ты прикольно. А девушки про винишко молодец. Что делать, чтобы мужчина обратил внимание? Женька, с мужем не понимаем друг друга. Как быть? Женька, возьми жену. Как быть? Ну, что значит, мы не понимаем друг друга? Ну, никак не быть. Слушайте, вы, если вы смотрите в разные стороны, вам просто не по пути. Ну, то есть, мужчина, женщина, взявшись за руки, должны смотреть в одну сторону. В одну сторону. Небольшое отклонение радиуса взгляда, угла взгляда, все. Считаю, пропало. Вы занимаетесь, вы там собираете марки, она там собирает крышки. И вам неинтересно друг с другом. Ей неинтересно про ваши марки, ему неинтересно про ваши крышки. На земле 7,5 миллиардов людей найдите. Нам Господь Бог дал жизнь. Мы постоянно находимся в поиске. Ищите. Ищите. Очень хорошо, что всем делаешь правильно. Спасибо. Услышал я здесь про винишко тоже. Тебе на два поста. Жень, мой муж часто пьет пиво. Ты пьешь? Ой, вот сейчас я услышал, кстати. Слушайте, ну, мне кажется, пиво все пьют. Но я сейчас не пью пиво, потому что у меня из-за пива аллергия. Я понял, из-за чего у меня аллергия. Я вам объясню. Выпиваю 2-3 гладкое пиво, все. У меня распухают пальцы, я начинаю чесаться. Это, короче, из-за пива все. Я вообще не понимаю, как можно. Так. А хватит про винишко пить ему очень. Вы получаете тоже, не понимаю, с женой друг друга. Если у вас разлад, тогда зачем вы хотите сохранить этот брак? Жень, что бы ты исправил в жизни своей? Не знаю. Мне мой нос не нравится. Я шучу. Все, нет, все нормально. Осуждаю, осуждаю. Все нормально. Ничего не хотел бы. У меня все хорошо. Магадан, привет огромный. Не пишите ему про бухлую наркоту. Ребенка не оставят сконченным. Опять пишут, что ли, про наркотики? Человек зерой, нищета. Да я понял. С Петрова, ты же вчера... Ты одной тоже пишешь. Я, честно говоря, искренне надеялся на то, что ты за сутки, за сутки почитаешь какую-то литературу, обратишься к Яндексу, не знаю, в Кугл. Ну, какие-то новые оскорбления, уничижающие личность человека. Я, ну, выписала бы на бумаге. Ну, что ты, одно и то же. Ну, мы все вчера поняли, услышали, что я нищий, я зеро. Давай этот, подсоберись, пожалуйста. Я верю в тебя. Я не знаю, как мои бабоньки. Я думаю, что они тебя ненавидят тихо. Но я в тебя верю. Добрый вечер. Красавчик. Почему они заблокируют? Да я не буду больше никого блокировать, слушайте. Я не вижу в этом смысле. Приезжаю в Германию, тут пиво супер. Не, буду блокировать каких-то таких, но неадекватных. А эта же Перова, она же адекватная. Она же понимает, что она пишет. Она целесообразно пишет, пытается привлечь свое внимание. И у нее это получается. Она человек больной. Ну, то есть, она болеет. У нее есть заболевания, связанные с мозгом. Я, как человек без медицинского образования, точно поставил ей диагноз. Она... Давайте еще я ее заблокирую. Она вообще с ума сойдет. Может быть, мы здесь ее вылечим. That's the best for your family. Спасибо огромное. Спасибо. Желаю лучшего исхода в сложной ситуации. Спасибо. Обнаглеет, если не будет блокировать. Провокатор. Нельзя, нельзя отказываться от больных людей. Им нужно помогать. Пусть больной ты... О, вот видите? Видите? Это первая стадия, доказывающая, что я прав. Она отвергает то, что она больной у человека. Это как наркоман, который отвергает, что он наркоман или алкоголик, говорящий о том, что он не алкоголик. Отвержение. Это первая стадия. Это доказательство моих вышесказанных слов. Человек болен. Давайте ему поможем. Давайте его поставим на путь истинный. Ну, надо что-то. Чтобы эти эфиры просто... Какой-то смысловой нагрузкой были наполнены. Какой-то помощью, а не просто бла-бла-бла. Женька, не груби. О, я не грублю, я диагнозы ставлю. Почаще выходи в эфиры. Из СП Большой видела вас. Огромный привет вам тоже. Санкт-Петербург. Ты сегодня святой воды напился. Ты что такое умиротворенный? Да я вчера таким же был. Да настроение хорошее просто. Я жирная чмошка, а как жить? Да спокойно жить. Слушай, на каждый товар найдется свой купец. На каждую жирную чмошку найдется ровно такой же. Хотя я считаю, что ты не жирная. Ты просто, наверное, в меру упитанная. И ты не чмошка. Разве чмошка смогла бы взять в руки телефон и написать сообщение без ошибок? Я думаю, что нет. Поэтому ты хорошая девчонка. Я думаю, что у тебя все наладится. И самое главное, начни с того, что... Полюби себя просто. Пока твои сообщения говорят о том, что ты себя не любишь. Полюби себя. Ты красивая, ты классная. Все у тебя произойдет. Не оскорбляй себя никогда в жизни. Ты очень хорошая. В Сочи передумал. Еще не передумал. Просто нужно понять. Вам кайфуют целыми днями с принцессой. О! Видите? Наконец-то. Вот обратите внимание. Вот вы мне второй вечер пишите. Сейчас пойду. Опять грубишь. На вкус и цвет. Опять грублю. Блин, не понимаю я, правда. Смотрите. Что происходит со мной? Вот вы пишите о том, что я какой-то умиротворенный. Что-то со мной не то. Я целый день провожу с дочкой. Я пропитываюсь положительной энергией, радостью, любовью. То есть я наполнен эмоциями счастья. И я с вами этим делюсь. И вы же видите, что мне ни один комментарий меня не цепляет. То есть, ну, это работает. Понимаете? А когда ты находишься в стрессе весь день, и со всех сторон тебе там накидывают, конечно, ты... Когда я вхожу в эфир, я могу там набрасываться на людей или там резко им отвечать, грубость проявлять свою. Это воспринимать это просто как мою защиту. Вот и все. Или просто желание выплеснуть всю эту негативную энергию из себя на абсолютно посторонних людей. Вот и все. Я толстая, но я не чмошка. Я офигенный. Ой, умничка. Умничка. Вот так и надо. Сейчас опять напишут наркоман. Да пусть пишут. Пока никто не писал, кстати. Кроме тебя и вот тех предыдущих. Хочу на вашу малышку покляти. Так, подходи. Жень, рядом с дочкой даже блокировать. Муж нынешний ревнует к бывшему мужу, который погиб. Что делать? Ну, это странно. Это очень странно. Девочки, хоть вы не помните, Женя, что я пью. Да мы все помним. Пью, помним, что ты пью. Привет, Жень, привет. Смотрите, несмотря на то, что суббота, полтысячи, полтысячи бабоньки мои сидят, смотрят. Хочу видеть вас. Крошка рано просыпается утром. Она просыпается два раза ночью. То есть она просыпается часа, наверное, в три-четыре проснется. Я ее докормлю. Потом она проснется часов, наверное, в восемь. Опять покормлю и опять уснет. И часов до одиннадцати. Но сегодня, сегодня такой маневр с ней не прокатило. Жень, ты не видишь и не отвечаешь. Последняя попытка. Я тебя обожаю. Ты замечательный человек. Спасибо большое. Жень, плиз, прости. Я написала в личку. Ничего страшного, Танюш. Ревность – это эгоизм. Ревность – это неуверенность в себе и в своем партнере. Жень, ты молодец, стал уравновешенней. Зато, когда Женя стал так себя спокойно вести, народ это поубавилось сильно. Трэш хотят многие, видимо. Я всегда это говорил, что люди хотят. Во-первых, не поубавилось. Во-первых, я напоминаю вам, что сейчас субботы, и люди отдыхают и гуляют. Во-вторых, время, час ночи. В будние дни, там, вечером часов в девять выходить, если вы увидите опять большое количество людей. Но я и в предыдущем эфире говорил о том, что людям нужно хлеба и зрелища. Это никто не отрицает. То есть, показывая мордобой, говоря о своих проблемах, о семейных, о неудачах в работе, будет сидеть огромное количество людей. Будь счастлив, и тогда ты поймешь, кто действительно с тобой, кто за тебя действительно переживает. Вот так Женю приятно смотреть. Доброе утро, Якутия. Доброе утро. А есть еще Ильичка. Ну, это директ, директ, Марила. Это директ, видимо. Жень, ты не свернул, Гава еще? Нет. Жень, мы с мужем обожаем тебя. Спасибо, Танюш, вы писали это уже. Так поубавилось и меньше хейта, да. А я, наоборот, только такого люблю, его смотрю. Это предыдущий эфир, ай, вырубало. Жень, спать хочу, но и слушать тебя хочется. Давай спать. Ну, скоро пойдем, Виллиан. Мне 45, но люблю смотреть и твои эфиры. Спасибо, Анатоль. Жень, ты болеешь за Бузова на льду? Я не смотрю телевизор. Смотрите, я вам сейчас объясню. Я смотрю телевизор в очень редких случаях. Я захожу в Google, ну, в Яндекс, в поисковик. И вбиваю, блин, видите, шелушится бровь. Вбиваю в поисковике программы передач. И смотрю фильмы, которые мне интересны. На каких каналах. Я включаю, смотрю. Ну, и то не смотрю. Они у меня, вот, телевизор работает вот так, без звука. Вот так. Работает и работает. Ты супер так держись такой-то. И спасибо, что бы ты хотел изменить свою жизнь. Настенка, да, честно говоря, не знаю я. Да и зачем вообще об этом говорить, когда это невозможно сделать? Просто так. Языком пополтать. Привет, Жень. Привет. Пошли спать. Жень, за какой футбол? Я не смотрю футбол. Жень, расскажи про Люму. А, по поводу Ольги Бузовой, значит, по поводу. Я, а не смотрю телевизор, я уже это объяснил. И у нас с Ольгой не те отношения, чтобы я за нее переживал или за нее болел. То есть, я думаю, что у нас это взаимно, у нас полное безразличие. То есть, нет никаких эмоций у меня к ней. Я только могу ей не восхищаться, но я могу ее только похвалить в том плане, что она сумасшедший трудоголик. И с нее стоит брать пример в плане вообще работоспособности и желания идти к поставленным целям. Она в этом, конечно, молодец, и она большой пример. Чем она занимается? Поет, танцует, пишет. Мне это, ну, мне это просто неинтересно. Это просто не мое. А так, как человек, конечно, она, как пример для подражания, она, конечно, да. Молодец. Я сейчас уснул. Ну, и хорошо же, время-то уже время, часто, конечно. Я засыпаю под тебя. Ну, и здорово. Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое, я уже ответил, ты дружишь с Барнией? Нет, не дружу. Мы давно не общались уже. Я еще не снял квартиру. У меня день рождения 15 декабря. Я стрелец. Выходи за меня. Какой твой любимый фильм? Ну, наверное, наверное... Здорово. Миша, приветствуйте. Видно, что подустало точно. Мой любимый фильм... Ну, это... Если говорить... Давайте пройдемся по жанрам. Значит, если говорить о комедии, это... Притворись моей женой. Это Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер играют. Если говорить о историческом кино, это фильм Гладиатор, в котором играет Рассел Кроу. Ну, если говорить о драме, то, наверное, это осень в Нью-Йорке. Я просто название могу путать. Последняя осень или осень в Нью-Йорке. По-моему, последняя осень, где играет Ричард Гир, где он влюбляется в молодую девушку, которая умирает от рака. Это если говорить о драме. Комедию сказал, исторически сказал драму, фильм ужасов. Я к ужасам очень ровно отношусь. Я их не люблю, я их... Я не боюсь. То есть, я там... Ну, какие-то, знаете, фишки Хичкока, они, конечно, меня пугают. Кстати, вот эти моменты в фильмах ужасов. Знаете, когда резко кто-то там выскакивает. Ну, или что-то появляется резко. Знаете, когда под музыку такую томящуюся. Истинно. Это придумал Хичкок. Это гениальный человек, талантливейший человек вообще в жанре ужаса. Это он придумал. Вот. Сладкий ноябрь. Наверное, блин. Или осень в Нью-Йорке, вон, пишет. Очень... Да, либо... Ричард Гир играет, девочка умерла. Я люблю этот фильм. Я просто название не помню. Поэтому, что еще? Боевики. Боевики я не смотрю. Мне не нравится. Кровь, насилие я не люблю. Я против этого всего. Ну, так, если в двух словах. А так, конечно, есть определенная классика. Там, не знаю, «Зеленая миля», «Побег из Шоушенка», «Один плюс один». Конечно, я тоже считаю вообще шедевральным фильмом «Один плюс один». Как сыграл главную роль этот актер, афроамериканец. Я не знаю, к сожалению, как зовут его. Но не афроамериканец. Он афро-француз, потому что кино французское. Вообще, кстати, я вам могу дать совет. Будет у вас свободное время. Посмотрите французские комедии. Вот. Самый, ну, вот, тонкий юмор этого француза. Вот обратите внимание. То есть, вот, посмотрите, как-нибудь вбейте прям французские комедии. И посмотрите. Они, конечно, молодцы. «Ходячие мертвецы» сериал я посмотрел весь сезон. Это единственный, кстати, сериал, который я посмотрел полностью. «Ходячие мертвецы». Мне вообще нравится. Про зомби я обожаю. Зомби – это моя тема. Стихия. Все фильмы про зомби я все их пересмотрел по 10 тысяч раз. Я обожаю их. «Патент эти территории». Нет, не смотрю. «Женька, тебе совсем другая жена». Ой, все понятно. Привет. «Побег и шоша». Я так разозлилась на нее. «Бенджамин Баттон». Ну, это нет. «Пила» нет. «Ходячий огонь». «Да, ходячий мертвецы» – бомба. У них, конечно, были такие просевы. Ну, просаживались они в сериалы. Где-то было скучно. Что-то совсем по внешности изменилось. Постарел, поправился. Алкоголь дает о себе знать. Блин, то пишите, что он, наоборот, молодой. То пишите, что похудел. Выгляжу хорошо. А, знаете, а другая заходит, говорит, что я поправился. Алкоголь. Вы что, мне его продаете, что ли? Откуда вы знаете, пью я не пью? Сколько я пью? Женька «Советский фильм». Ровно к ним отношусь, советским фильмом. С огромной любовью. Не даже не ровно. Больше, наверное, с какой-то... Как вам так объяснить? Ну, такая ностальгия больше берет меня. «Джентльмены», я, кстати, так и не посмотрел этот фильм «Джентльмены». Отлично выглядит, спасибо. Не обращай внимания. Митя хорошо сегодня. «Кровавый спорт» смотрел. Я все фильмы смотрел. Все смотрел фильмы. ПТВ-3 «Эпидемия». А я не знаю сейчас. Ничего не понравилось. Спасибо огромное. Какой сезон лучше для тебя, «Ходячий». Слушайте, «Ходячий мертвецы», конечно же, лучший сезон. Это, наверное, второй, третий, наверное. Второй, третий. Ну, вот когда там уже начинается что-то такой кипиш серьезный. Великолепный, нет, не смотрел. Жень, расскажи. Любовь и голуби. Видно по глазам, по глазам же, что счастливы. Да, Жень, не слушай. Спасибо. Жень, ты офигенный. Даже муж рядом читая, читая, не ревнует. Не слушай никого, живи как сердце, Паскар. Спасибо. Я давно довод смотрел. Ох, тяжело. Жентльмены вообще. Да, вот мне все говорят, посмотри, джентльмены. Это Гай Ричи, который снял «Джентльмены». Гай Ричи, да, снял, который. Я не могу его найти бесплатно. Хочу посмотреть и что-то. Не могу найти там с какими-то рекламами сумасшедшими. Пойди, штука. Так, смотрите. А попробую так на улице сказать человеку. Сразу по макушке отходит. Бумажный дом, сериал. Игра на выживание. Нет, русский сериал. Нет, не смотрел, довод не смотрел. С мигами дает посмотреть. Жела тебе быть счастливой душой, чистой сердце, чтобы на душе успокоиться. Спасибо огромное. Жень, если бы ты была женщина, это был бы идеальной мамой. Скорее всего, да. Жень, муж откладывает рождение ребенка. Ты сам хотел, что тебя жена уговаривала. Никто меня не уговаривал. Вообще, как можно уговаривать? Ну, что значит откладывать рождение ребенка? Подождите, я не понял. Жень, муж откладывает рождение ребенка. Ну, что значит откладывать? Ребенок появляется? Как появляется? То есть, что значит отложить, не отложить? Вы забеременеете, что он подойдет, скажет, пойдем делать аборт? Нет, конечно. Значит, переживает. Значит, не готов еще. Мужчины, вы должны понять, бабоньки, одну простую истину. Мужчины, какие бы они ни были, сильные, брутальные, с большой густой бородой, с огромным детородным органом. В душе мы все дети. В душе мы все, мы сомневающиеся дети. Мы боимся. Мы боимся сделать шаг вправо-влево. Это мы перед вами такие все герои деловые, понимаете? Это все маска. Поэтому, бабоньки, мой вам совет. Видите мужика. И, как говорится, видите цель, берите и введите в ЗАГС. Хотите ребенка, рожайте детей. Не спрашивайте у мужчин. Мужик всегда скажет, рано, ой, давай подождем. Но когда ребенок появится на свет, поверьте мне, он вас будет целовать и благодарить вас. Поэтому не ведитесь вот на это. Не спрашивайте у мужиков ничего. Делайте все сами. Все, что касается семьи, любви, делайте все сами. А мужик там уже подтянется. Это мой вам совет, бабоньки. Актер какой любимый? У меня много любимых актеров. Ну, наверное, первое место это Леонардо Ди Каприо. Благодаря фильму «Волк с Уолл-стрит» я был просто, ну, восхищен его игрой. Это Джонни Депп. Джонни Депп мне нравится, потому что он в каждом фильме разный абсолютно. Это тоже великая актерская игра. Ну, и, конечно же, это Роберт Де Ниро, Аль Пачино. То есть, это мои два любимчика. Я все фильмы с ними, с их участием пересмотрел. Из российских никто. Не все мужики такие. Женька Пот. Пьяная ты, походу. Меня, наоборот, муж уговорил, родила и слился в туман сразу. Ёжик в тумане, называйте его. Женя послушала, прости. С Петрова, видите, Яшенька Белоснежка лежит, майку там облизывает. Видите, с Петрова написала. Женька послушала, прости. Я, на самом деле, я, с Петровой, я на тебя ни за один твой комментарий, ни за одно твое оскорбление не обиделся ни в коем случае. Ну, потому что, а, я не принимаю их по отношению к себе. Б, я прекрасно понимаю, что ты добрая, на самом деле, внутри. Ну, вот таким способом решила привлечь внимание. Мой хотел ребенка в 23... Ой, Бэточка, добрый вечер. Сейчас прочитаем. Мой хотел в 23, а теперь видит его в месяц. Что-то не горит от встреч. Ну, Петрову исправили, ура. С Петро... Не Петрова, а с Петрова. С Петрова. Кто такой... О, эфир за эфир. Парасы, ты, блин. С Петрова же вчера опеку хотела прислать. Ну, вот сегодня уже это задолбало ты. Бросит третьего, иди, рожай. Блин, смотри. Любовь Николаевна разозлилась. С Петрова взломали, видимо. Да нет. Ну, все за такие слова. 15-я рюмка пошла, Жек. Ну, ты пока пишешь без ошибок. Все, значит, нормально. Жень, дай бог каждому такого папка. Спасибо. Только зубов. У дочки... Раз, два, четыре, шесть. Шесть или семь. Точно не помню. Алин, глупый вопрос. Ты же приходишь готовить с Петрова вылечи. Правда, что дочь зовут Александрия? Расскажи про питание дочки. Про питание я вчера рассказывал. Но могу еще раз. Женечка, передай привет Кате. Ташлановой, пожалуйста. Екатерине Ташлановой. Огромный привет от меня. Я вчера рассказывал по поводу питания моего ребенка. Женя сегодня улыбается. Да, сегодня, да. Жень, так... Мы по поводу того, что я могу исцелять людей, заболевания. Но заболевания только, которые связаны с головой и с душой. Я вчера сказал, что прикладывать... А, еще с гинекологией. Все, что связано с гинекологией, вы просто раздеваетесь. И во время моего эфира садитесь прямо на экран тем местом, которое у вас побаливает. Все, что касаемо души, вы просто слышите и слушаете то, что я говорю, пропускаете через себя. Тем самым вы наполняетесь духовно. Все, что касаемо головы, вы слушаете мои советы. Они помогают. Я вообще излечиваю людей. Ты слышишь про город Усинск? Конечно слышал. Конечно слышал. Боже мой, что за чушь ты несешь? Ну, по-разному, по-разному. Как и все. Но мои бабоньки меня понимают, о чем я. Ой, блядь. Рука отнимается. Есть ли у тебя опыт, который повлиял на твою жизнь? Если да, то что был за опыт? Опыт есть у всех людей, но, к сожалению, мы этим опытом не пользуемся. Никто не пользуется этим опытом. Мы русские люди. У нас вот работает это правило. В одну воду, в одну реку дважды мы входим. Трижды, четырежды. На грабли мы постоянно наступаем. То есть мы все в течение жизни набираемся какого-то опыта. Но как только мы влюбляемся или что-то с нами происходит в плане эмоций, под эмоциями человек, он уже плохо рассуждает и забывает о том, что о плохом опыте или о чем-либо еще, он опять же происходит все те же самые вещи с ним, те же самые действия он делает. Поэтому опыт, он не пригождается ни хрена, если уж по-честному. При головной боли телефон колбу, да, телефон колбу, да. Ну как колбу, не колбу. Если голова у вас болит, вы где вот височные доли, вот так, вот так, вот так, просто трете справа-слева, экраном, все проходит. Хоббит нравится, ну я ровно отношусь. Гарри Поттер мне больше нравится. А если мужик эфир смотрит, как и куда ему садиться? Если мужик, ну я мужиков не лечу. Вот это не по моей специальности. Ну что я могу, ну шляпу пусть положит на экран с моим изображением. Да нет, мужиков не лечим. У меня два сына тридцать. Целитель ты наш, твои бабоньки любят тебя, спасибо. One love. Золотые слова Юрия Беденди, да, это про меня, да, да, да. Это про меня. Все, что связано с золотом, со словами, это все про меня. Только мудрость, вот это с опыта. Капец, что капец. Про мужика вы смеетесь? Что мужику делать? Самое главное, чтобы во время того, когда вы со своим мужем или мужиком смотрите мой эфир, самое главное, чтобы у него этот момент не встал. Вот это страшно. Вот это страшно. А все остальное, мелочи жизни. Расскажи про питание дочки еще раз. Так, значит, смотрите. Ну я показывать ничего не буду, давайте быстренько пробежимся. Значит, она просыпается у меня с утра. Начинаем с утра. Она с утра просыпается, она где-то полчаса, минут сорок, она приходит в себя. То есть, она у меня очень много пьет воды, я ей очень много воды даю. Приходит в себя, потом я делаю ей кашку. Кашку делаю обычную, ну как обычную, рисовую, на воде. Она на козьем молоке, каша. 180 грамм каши, 180 грамм воды наливаю, довожу там до 50-60 градусов. Потом на 180 грамм воды, 30-60-90-120-150-180, 6 ложек каши столовых, размешиваю все это. Добавляю туда масло, масло геа. То есть, все даю остынуть и кормлю ребенка. Все, значит, дальнейшее. Потом, значит, у нее еще в течение дня есть перекусы, такие как печенье, специальные там хлебцы. Потом я ей даю, значит, у нее идут фрукты. Фрукты у нас, значит, ну, персики, яблоко, ну, вы это все знаете. Даю фрукты. Потом, значит, мы даем ей овощи, даем мясо. А, нет, потом я еще раз даю ей кашку, она ест у меня. А потом уже вечером, уже перед сном, это овощи. Овощи это либо кабачок, либо это тыква с картофелем и мясо. Мясо это перепелка сваренная, перекрученная в миксере и расфасованная по баночкам. Баночки лежат в морозилке, я заранее их достаю, потом наливаю в кастрюлю немного воды, ставлю туда баночки для того, чтобы нагреть, чтобы еда всегда была теплая. Ну, и все, уже ночью еду укладывать, когда еще даю смесь. То есть, как говорится, сверху. Но если в двух словах. Сахар, соль. Нет, сахар, не соль, мы не даем ребенку. Купи кукурузную, очень полезная. С Петровой кукурузная есть каша. Кукурузная, рисовая, гречневая. Пойдемте посмотрим. Я вчера, по-моему, показывал вам. Так. Я вчера вам, по-моему, показывал. Сейчас давайте развернем. Так. Да, вот кукурузная. Овсяная на козьем молоке. Так, опять кукурузная. Что там у нас? Пшеничная. Пшеничная. Овсяная. Кукурузная, кукурузная. Да, ну еще гречневая каша. Еще гречневая есть. То есть, четыре раза в день. Я могу ошибаться. Может быть, ну, получается получается, да, где-то четыре раза в день она у меня кушает. Но у нее очень много перекусов. В том плане, что я ей даю же еще в течение дня печенье. Потом вот такие. Ну, вот оно. Это органические. Короче, органические продукты. Очень вкусные. Ну, вот они. Она их очень любит. Вот. Плюс даю постоянно свежие овощи. Ой, фрукты свежие. Плюс у нас в холодильнике всегда есть... Пойдемте покурим. Есть ягоды. То есть, это там голубика, малина, черника. У нас всегда это есть. Она это очень любит, кушает. Ну, как-то так, если в двух словах. Она еще желток помню. Да, да, желток еще. Ну, кстати, вот. Я вообще прошел, тут забыл. Про яйцо забыл. Да, мне Сашка забыла сказать. Я забыл. Творог даю. Творог. Пойдемте покажу творог. Сегодня я добавил творог. Да, бабоньки, еще такой момент. У нас все, все на козье молоке. Творог, значит, сегодня покажу вам. Так. Вот такой творог. Вот он. Творог из козьего молока. Классический. Вот он ей сегодня очень понравился. Потом. Вот такой йогурт она любит у нас. Продукт кисломолочный из козьего молока. Термостатный. Тоже очень любит его. Потом, значит, вот такие она любит еще. Вот. Это уже, это йогурт по-гречески. Тоже с козьим молоком. Тоже его обожает. Вот их привозят нам в этих, в глиняных горшках. Вот. Поэтому, если, ну, в двух словах. Отчет. Отчет. Там срок годности вышел. Где срок годности вышел? На чем срок годности вышел? Дата изготовления 6-го, 10-го, 2020-го. Срок годности 14 суток. Ну и что? До 20-го числа. Что вы рассказываете мне? 6-го срок годности 14 суток. Вот он. Что вы пишете? Ну вот, я вам творог показываю. Ерунду не несите. Вот. 6-го, 10-го. То есть, 6-го октября был изготовлен. Срок годности 14 суток. Получается, до 20-го числа. Сегодня у нас какую? Ну вот, поэтому все. Женя, кому нужен твой творог? Катрин, ну, спросили девочки. Я же... Кому не интересно, кому не нужно, отваливаются. А вот кому интересно? Sorry, sorry. Да ничего страшного. Ну, что-то, что-то... Что-то из эко-маркета, что-то покупается. Вы спросили, почему... Почему козье молоко? Потому что козье молоко является самым полезным молоком. Поэтому у нас все. У нас даже смесь на козьем молоке. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Дополнительное время. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. так вы спрашивали по поводу ягод есть если это ягода нет ягода она не целиком ест она как и все не отрицает нормально все могу продолжить ягоды ягоды у нас же две собаки есть то есть она ягод от не целиком есть странных кусает она еще и собак кормит поэтому так моему сонсу назвали на и не на козьем молоке супер питание мы своем у нас тоже нене то не мы тоже кормим нене с первого дня не не с первого дня где-то я не помню когда саша же кормила грудью потом мы стали добавлять уже у нас тоже на не мы тоже на них сейчас у нас уже от 12 и выше на не тоже на козьем молоке в королеве снег шел себе ухты дорого заказывать вашем магазине но это магазин не наш да не дорого ребят все относительно же смотря что вы хотите обычно то есть но что значит дорого везде сейчас дорого если ну как бы если разобраться у нас же сумасшедшая инфляция и сегодня 70 процентов заработной платы уходят на продукты у людей везде дорого не знаю не было у нас а есть ты говорил по моему 7 львов семейцев грудь кормила ну да где-то так ну да нене у нас так с рождением грудь или все-таки и по нет с рождения саша кормила грудью а потом меня просто девочка написала что не не кормит я говорю что мы тоже не не стали кормить когда перестала грудью кормить мы стали вот кормить нене суши не люблю что жарили дочки на год и вам четырех детей мне 35 лет я из германии родом из казахстана ухты супер нифига себе молодая мама еще чем попала кормить страшно деток молодцы ребят малышку кормите правильно и полезными продуктами да . блин молодец не каждый папа знает фирму детского питания ребенка докажу значит ну как не знаю я же и вижу каждый день эту сумму что смеси на не вообще классно реально хорошая смесь ты живой или за рекламу ты живой или за рекламу не понимая с петрова я не понял ваш вопрос у тебя ручит живот мультизлак аж у вас есть мультизлак блин нет мультизлак не знаю нет по ум нету вода у вас только вот такая сейчас покажу вам но если вам реально интересно вот я вам это рассказывал никакую воду мы не даем ребенку только вот эту если кто знает вода детская вот она продается в азбуке вкуса и продается в детском мире но у нас альпин вот эта фирма у нас все этой фирмы то есть у нас даже у нас все каши этой фирмы у нас у нас даже противоаллергенные детские порошки моющие средства все вот этой фирмы поэтому девчонки да флира альпин вода да да поэтому кто там ну кто разбирается тот понимает потрясающая вода но кстати хочу мы тоже такую даем она сама вкусно ну да и питание тоже но этой воды кстати хочу вам сразу сказать есть срок годности сутки то есть с момента как вы ее открыли сутки проходят больше не давайте ребенку открывайте новую бутылку но как правило литра она выпивает у меня за день то есть это идет смесь это просто воду пьют кашу я готовлю а вы хоть кушайте мне сочетые дочки 25 сына 22 и младшему 19 на козьем продукты только из беларусь супер умницы надолго стало нет завтра саш приедет как бы ты назвал вторую дочку же не если бог даст я замечаю даже что она эту воду пьет лучшим из тогда хорошая вода лиз как бы назвал дочь вторую сейчас я скажу мне так имя одно нравится но сашка на скала нет сейчас скажу ой боже мой не не софия ой какой же мне не нравится хотя когда я ездил в мои документы оформлял но вот документы на дочку там надо было вписывать имя свидетельство рождения но вот это все я когда уезжал сашского как-то зовешь так назовем то есть я поехал и назвал по-другому назвал так как она как ей нравилось а вот нет не олесе нет первую дочь как зовут я нет не его не не сюзанна еще вспомню о господи начинается твою мать иди сюда я же иди сюда сейчас резинку сделаем все-все не гадайте стефания 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 по-моему стефания мне нравится не 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 вот другое ладно все забили марфуши марфуши тоже красивыми марфуши вот у вас дочь родится маленьком обязательно дождите клёвый пёс да они у меня оба хорошие почему не горит имя дочери вроде в этом ничего нет да хватит вам мазан ну что с вами завяжем да блин завязывается да хватит тебе май что ты расскажешь что случилось что ты кашляешь что ты кашляешь вода не в то горло попала девочка ну иди сюда тоже тебя поцелуй блин кабан здорово стал хат так нравится что же забыл теперь не могу сынать ну а как вам сыночек следующий нужно обязательно желаю вам спасибо огромное это ты собаки бантик завязала или саш нет это грумер видите лишь пострижены капец ты оказывается нежно да ладно обычные собакам и собак всегда глажа тихо только только не шуметь дай лапку дай лапку сейчас покажу вам смотрите смотрите сейчас дай лапку да не блин не дай лапку надо еще поехать зубы и сделать мои яшки сделали поехал на майки сделать там вырвать на два зуба до же не мир с петро мир мир простите яша яш мой погоди блин хорошая да я уже до тех кто собака именно придумал но мою заводчица так назвала а яшу яшу по массаж это тоже заводчики так назвали дочь еще не крестили причем это причащу причащу вот человеческий с детками хорошо ладить собаками с людьми сюда вашу руки дали пока не дали просто вы постоянно говорите ребенок ребенок наверно когда исполнится 18 лет тогда хоть скажите как назвали вашу дочь я думаю что когда исполнится 18 лет она сама скажет как ее зовут извини ты классная с петрова я на тебе не злюсь ности так будет проще то я я тебе я извиняю тебя что значит зубы сделать собаки но вырывать зубы надо камень убирать у собак как и у людей то есть камень образуется на зубах надо чистить ездить постоянно в клинику чистить зубы вот я сейчас почистили у него зубки один лучше другого маечки сейчас надо почистить вы думаете что собак завел они вот тут дома там едят пердят и все и больше тихо какой уход за ними вот этих двух собак мы постоянно возим грумиру то есть то есть их стригут их купают их ногти стригут что еще но это грумер делает в поликлинике постоянно какие-то прививки то есть ну что-то что-то много всего как чистят зубом собаки под на под наркозом чистят на спать и что с тобой что случилось миша посмотри вот он мой сладкий вонючки блин жопу чистят они друг другу ее чистят знаете как мне оторваться просто я закишу миксеры нет еще не нашел да задолбали вы уже с вопросами вы меня никто прививки витамины прививки витамины проглистовать но глиста глистуют обычно мы глистуем сами дома это таблетки специальные там ну две таблетки покупаешь одну этому а вторую этой ой господи не глистуем так от блох от в шее вот этого всего есть такая еще тема просто на холку капаешь но тихо и тебе колотить и длить будь здоров будь здоров пусть здоров а потом с ними целуетесь поцелуй мая еще чего искал бибиколь тоже кушать эту фирму да но только творожки бибиколь целую тебя они любят меня собаки же чувствуют когда к нему хорошо относятся но правда у меня яша отхватывает иногда же не все не понимаю я потеряла пультерьера восемь месяцев по ошибке врачей я знаю кто питомцев любить собачьи такие после родов но конечно больше внимания идет на ребенка но сейчас все восстановилась потому что дочь сейчас уже ходит она она целый день с ними играется то есть яша с ней играется спокойно ночи доброй ночи или она желаю вашей семье благополучия взаимопонимания любви спасибо огромное взаимно а у меня чихуахура хорошие собаки тоже я мечтаю о своем доме мечтаю завести хаски мне очень нравится хаски в квартире завести их но нереально это будет жесть хочу завести пару то есть мальчик и девочка они такие очень тоскливые животные хаски сами по себе они парные животные то есть им нужны друзья и они очень добрые не обязательно будут хаски у меня хаски вот вы сейчас как лабрадор тоже хороший сапога вот вы сейчас скажете вот я думаю что когда я буду заводить хаски я не знаю честно говоря конечно как там я поступлю вот буду ли стерилизовать девочку мальчика кастрировать но потому что я там не собираюсь заниматься разведением потом с этими щенками бегать по москве и там еще и хозяева не знаю в общем жалко мне я считаю что собака должна хотя с другой стороны собака должна прожить полноценную жизнь и испытывать все радости жизни потому что секс ты является тоже одной из таких основ полагающих поэтому не буду никого кастрировать и стерилизовать будут друг друга шпилить своими днями все заканчивай очень тебе ткань и курс по дальней спасибо женя катику хоть к не не хотите не хаски любят воли но вот поэтому я говорю про дом дом чтобы большой был земельный участок чтобы они вокруг дома бегали как сумасшедшие хаски придурочные им надо заниматься творчество я знаю что они придурочные за это их и люблю придурочные знаете кто тихо ты не гунди придурочные знаете кто эти собаки боже мой их дома заводят лишь просто не тихо не грызи скажите мне который в фильме маска да хватит я тебе говорю сейчас вниз пойдете которую фильм маска играла как они скажите да хватит тебе говорю ухватит же всего саша спасибо вам на убегают да нет сидят вот они куда не побегут попашу не кусает лежит джек красал вот да вот это все хватит давайте ты и ты тоже май слази все джек красал на джек это вот это невменяемые собаки вот это собаки реально оторви выкинь короче бабоньки знаете к чему пришел вот сегодняшний эфир я понял одно что вам интересно про детское питание про детей вам интересно и вам интересно про собак я даже не думал что у меня столько здесь у меня загородный дом 209 метров можно завести овчара но дом то может 209 метров стоит главный участок какого размер против того чтоб собаки жили в доме большие у меня лайк красивый я люблю собак очень я очень люблю сама все ли в рот тянет . все лучше неправильно лежит что неправильно стоит все в рот тянет но не всем эти темы интересны ну все это докравит закончили да так и есть насчет того что интересно про собаку про жизнь да я уже понял бабоньки время полвторого ночи до безумноте я смотрю тебя одни баб да одни добавки добросово время полвторого ночи завтра воскресенье я вас всех обнимаю спасибо огромное что вы были со мной я без вас уже никуда давайте дружить давайте находиться в мире вот и согласие завтра приезжает саша поэтому завтра не знаю я посмотрим я вечером вы хочу выйти в эфир хочу взять пивка хочу с вами посидеть как старый добрый пивка возьму дадим жару посмеемся но посмотрим посмотрим во сколько саша приедет потому что она же будет с дороги и будет уставшая поэтому скорее всего я уложу ребенка и посмотрим по настроению состоянии в общем внешний зверь правильно знаете так с дороги отдать ребенка это тоже хотя она очень соскучилась десять тысяч раз пишет фотки просит по видео просят очень скучает по ней первый раз же они так с ней расстались ну то есть на такой долгий срок они с ней никогда не расставались поэтому такие пироги но завтра обязательно увидимся раз 500 задала вопрос про сок и чай а про что просто мы не даем своей дочери не сок не чай не даем она у нас пьет только воду хоть и внимательно побудь еще добрых снова хорош такой вы помирились мы не ругались как зовут доченька спокойной ночи доброй ночи вам я возьму я тоже пью завтра тогда и нужно было отдохнуть да да я думаю что и нужно было выдохнуть она провела эти дни с родителями я тоже хотел поехать к родителям но вас к тома воскресенье там вечером улететь а потом подумал что и так я на работе долго отсутствовал сейчас понедельник надо будет все это наверстывать час опять офис 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 и может быть на следующий выходной полечу слетая там дня на 3 к родителям тоже погоду с ними вот я вообще честно говоря совершил одну очень грубую и большую ошибку я вам сейчас скажу какую мне надо было сразу улететь к родителям я только сегодня мне эта мысль пришла в голову надо было сразу там в среду брать дочку лететь к родителям побыть с ними блин вот я не догадался зубы есть уже сколько шесть или семь не помню точно жене тебя 500 бабани как это одинок уберись дома ну конечно уберусь приберусь конечно да мне перебираться-то особо не надо у меня так-то чисто все всегда чистая посуда всегда дочь разбрасывает я сейчас лежи 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 это вот дочка у меня поиграла сейчас я все это буду убирать а вот фотографии ну короче сейчас будем убирать в общем как у всех дом жень ты стал плохо выглядеть я в свое время хотела к тебе прийти на проект спали полиночка ну как так ну что ж за блин ну давай тогда давай что-то подумаем с тобой давай может быть я попытаюсь все-таки привести себя форму пытаюсь сделать так чтобы тебе понравится я хочу вернуть твое расположение по отношению к себе в общем дай мне шанс еще полин пожалуйста не не ставь на мне крест дай мне шанс дай мне обращать внимание господи ну что я же не могу вечно быть на высоте иногда бывают провалы ну а так то картину не пишите будь здоров всем спасибо сразу у саша пишет коменты что ты под под наркотой нет эта фотография не там не стекло там знать такое пластиковое покрытие кузин все зубы свои у дочки мои я потерял нить повествования честно потерял о чем мы разговаривали потому что норм для своих лет будь а красиво пассива ваш да он я не смотрю телевизор тем более намного прикольно было встречусь как на проекте когда моложе был реальный живот ручек у собак может тихо блин я говорю нельзя я сказал нельзя кузин ты всегда шкаю спасибо все всем доброй ночи я пошел значит приводите в форму в порядок я хочу вернуть расположение той барышни который который 10 лет назад было все такой же молодой спустя 10 лет она не изменилась поэтому цель поставлена идем к ней все всем доброй ночи спасибо огромное что были всем пока